Семичанка Наталья Картамышева занимается изготовлением шоколада. Она реализовала свой бизнес-проект, выиграв грант по государственной программе. В будущем у многодетной матери есть планы расширить деятельность и обучить других женщин делать шоколад. Семичанка Наталья Картамышева раньше была юристом в одном из учреждений нашего города. Когда началась пандемия, она осталась без работы. Не сумев трудоустроиться, ей пришла идея делать шоколад дома. Позже Наталья решила принять участие в госпрограмме и через центр занятости получила грант. Я случайно узнала о государственной программе «Бизнес-постал». Так как все это было онлайн обучение, меня это вполне устраивало. Я была дома, занималась домашними делами и в то же время получала знания. После получения сертификата у меня появилась возможность написать бизнес-план и участвовать в госпрограмме по выдаче грантов. Сегодня у Натальи Картамышевой есть постоянные клиенты. Заказы на ее продукцию поступают в основном через социальные сети. Кроме того, участвуя в госпрограмме, Наталья сумела, открыв магазин, наладить торговлю своей продукцией. Стоит отметить, что в прошлом году такую поддержку получили более 200 жителей нашего города. При этом специалисты отмечают, что на государственный грант могут претендовать безработные граждане, молодежь в возрасте до 29 лет, а также многодетные семьи, получатели адресной социальной помощи. На сегодняшний день размер государственной поддержки составляет 583 400 тенге. Претендовать на грант могут лица, окончившие короткосрочное профессиональное обучение в рамках государственной программы или имеющие сертификат по проекту основы предпринимательства «Бастал Бизнес». В 2020 году по городу семей государственные гранты выданы 218 семьям на общую сумму 121 миллион тенге. В прошлом году большая часть семейчан представила свои бизнес-проекты в сферах сельского хозяйства, выпечки кондитерских изделий и организации швейного производства. Среди получивших государственные гранты 22 многодетные матери, получающие адресную социальную помощь, 17 человек из категории малообеспеченных семей, а также 23 человека из числа молодежи, не достигшие 29 лет. Кроме того, гранты были выделены 9 гражданам из категории людей с ограниченными возможностями. Сегодня они реализуют свои бизнес-идеи и развивают предпринимательский потенциал. На сегодняшний день в Центр занятости обратилось 68 человек, из них 17 из числа многодетных матерей. Указанным гражданам выдается направление на изучение курса основ предпринимательства «Бизнес Бастал». Групповое обучение проводится в Палате предпринимателей. Реализация государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Янбек» продолжится и в этом году. В ее рамках участникам программы предоставляется возможность реализовать новые бизнес-проекты. В текущем году планируется выдать около 200 грантов. На это государством выделено 116 миллионов тенге. Сама Цикенов, Рыскуль Мадвасова, Ельжан Макзумов, Телеканал Семей.